Здравствуйте, меня зовут Иван, я обучался в университете Кнео на факультете FISIT и еще параллельно обучался здесь в Академии ЦИСКа у Константина Васильевича Герасименко и Елены Владимировны Старковой. На данный момент я уже как два года работаю в компании ЦИСК за границей в Польше, в Кракове, сетевой инженер технологии ААА Security. Ну что, во-первых, самое первое, что я сделал, это я поступил на курсы. Я обучался, я полностью прошел CCNA Security все 4 семестра, извините, CCNA RNS все 4 семестра и CCNA Security один семестр. Что мне больше всего понравилось, это возможность удаленной работы. Я в любое время мог воспользоваться оборудованием, проверить то, что я хотел. Во-первых, у меня был электронный материал, когда мне удобно, я мог это читать. В то же время я мог проверить это на реальном оборудовании, которое предоставляет Академия CD.com. И, если я не ошибаюсь, два раза в неделю у нас были лекции, чтобы закрепить материал, который прошел. Или если еще не успел, то тебе начитают лекции, потом ты уже закрепишь материалом, который раздавали электронно. Во время обучения мне от Константина Васильевича, вообще от Академии CD.com приходили уведомления по поводу разных возможностей. И в то время я увидел приглашение сходить, просто послушать на семинар по поводу инкубатора ЦИСКО, как они набирают людей на работу, как будет проходить обучение, формат обучения и так далее. За что отдельное, кстати, спасибо Константину Васильевичу за организацию, за уведомления, скажем, за то, что Константин Васильевич держит всех в курсе по поводу того, как, что, куда можно пойти, устроиться, работать. Собственно, я пошел тогда был, послушал семинар, решил подать свое заявление в инкубатор ЦИСКО и, получается, проучиться там полгода. И после того, как я проучился полгода, уже поступить на работу в саму компанию ЦИСКО. Обучение проходит удаленно, обучение проходит отсюда. Если я не ошибаюсь, раз в неделю у вас будут семинары, вам будут проводить те люди, которые работают в Кракове, опять-таки, удаленно. И раз в месяц семинар, когда вы приезжаете в офис, по крайней мере, так было у меня, когда вы приезжаете в офис ЦИСКО, тут в Киеве, и у вас на целый день семинар. Я подал заявку, я подал свое резюме. Тогда, когда я заканчивал первый курс, первый семестр CCNA Security, у меня не было особо больших знаний в маршрутизации коммутации, скажем так. Но я все равно решил себе подать заявление, потому что я знал, что процесс набора будет достаточно длинный, у меня будет кое-какое время подготовиться к самому собеседованию. И собеседование у меня проходило приблизительно в середине второго семестра. То есть я уже шел со знаниями, которые были во втором семестре CCNA Security. Во-первых, с конкуренцией, как сказать, людей много. В один раз может подаваться приблизительно 100 людей, но за что, за конкуренцию переживать вообще не стоит. Потому что ЦИСКО, когда набирает людей на работу, не обращает внимание на то, что у нас там 20 мест, и нам нужно набрать исключительно 20 кандидатов. Они просмотрят всех, и те, кто им подходит, они наберут. Будет это 30, будет 30, будет 70, будет 70. Когда я поступил, было 100 с чем-то кандидатов, если я не ошибаюсь, и 66 из них прошли. Когда вы приходите на собеседование в ЦИСКО, вы проходите полное собеседование. Это все полные 4 часа, как самое обычное собеседование для любого сотрудника в ЦИСКО. Но с одним «но» у вас получается техническое собеседование в разы легче, чем тогда, когда вы бы поступали на работу. То есть первое собеседование вы прошли исключительно для того, чтобы обучаться в инкубаторе ЦИСКО. И после периода обучения, он занимает приблизительно полгода, после периода обучения у вас еще одно собеседование, уже с нормальным техническим уровнем, и после этого вам говорят, принято быть на работу или нет. Ну и как вообще живется? В Польше, да? В Штатах живете? Как вообще это все работает? Сложно сказать. Ну жить можно? Жить можно, это точно. Это точно. Я бы сказал бы, что нравится. Больше ничего не приходило.